всем привет сейчас я покажу как заправить картридж xerox 3215 чтобы снять боковину нам надо будет сорвать две заклепки находящиеся здесь и здесь а также отщелкнуть зацепы находящиеся в трех местах сначала плоской отверткой срываем заклепку в середине боковины затем вставляем отвертку в щель вот в этом месте и отщелкиваем боковинку затем переворачиваем отщелкиваем второй зацеп теперь вставляем отвертку между боковиной и корпусом там где вторая заклепка и отщелкиваем ее срываем после этого боковина у снимается точно так же поступаем со второй боковиной срываем заклепку отщелкиваем зацеп сверху переворачиваем отщелкиваем вставляем отвертку отщелкиваем второй боковина затем отщелкиваем и снимаем защитный кожух теперь нам надо вынуть пробку подцепляем ее плоской отверткой и вынимаем высыпаем все что осталось в картридже снимаем шестеренку и отщелкиваем магнитный вал кладем его в сторонку снимаем с него втулочки чтобы не потерялись еще раз вытряхиваем затем если есть пылесос можно пропылесосить теперь проверяем дозирующие лезвия если на нем есть налет снимаем пластиковой пластинкой вот таким образом ни в коем случае не металлом чтобы не поцарапать еще раз проверяем берем магнитный вал и протираем его сухой салфеткой теперь ставим магнитный вал на место справа прищелкиваем слева одеваем втулку и прищелкиваем надеваем шестеренку берем защитный кожух ставим на место затем боковину прищелкиваем теперь картридж готов к засыпке тонера берем тонер я засыпаю вот такой засыпаем через отверстие до полного встряхиваем еще раз засыпаем теперь вставляем пробку берем вторую боковину ставим на место и защелкиваем после этого проворачиваем магнитный вал смотрим чтобы на нем не было никаких полос теперь можно приступить к замене чипом если перепрошить принтер то чип можно будет не менять чип находится на задней панели чтобы ее снять надо отщелкнуть 4 зацепа которые находятся вот в этих местах а также удерживаются одной заклепкой которую мы срываем затем отщелкиваем зацепы после этого немного сдвигаем и снимаем заднюю панель здесь мы видим планку с чипом которая также держится на зацепах который мы отщелкиваем снимаем планку чип на этой планке также удерживается зацепом отщелкаем и снимаем теперь берем новый чип вставляем его в планку защелкиваем прищелкиваем планку к задней панели на свое место теперь вставляем планку немного сдвигаем и защелкиваем заднюю панель теперь картридж полностью готов к работе если смог вам помочь подписывайтесь на мой канал а 5 и и